На сцене театра имени Пушкина актёры репетируют новую постановку. Основные сцены спектакля, признаются, отрабатывают по несколько часов в день. Этим летом в их исполнении харьковские зрители впервые увидят знаменитую пьесу «Кукольный дом» Генрика Ипсена. Крокс-то не представляет никакой опасности, но ты должна всё рассказать. Я не скажу. Ну тогда письмо скажут. Спасибо. Ты знаешь, что в этом письме? Знаю, и не нужно спасать, а не отрубить. Правда? Значит, правда, что ты пишешь. Ужасно. Нет, нет, это невозможно, чтобы это было правдой. Это правда, я любила тебя больше жизни. «Кукольный дом» Ипсена – история о семейных отношениях и свободе человеческой личности. В конце 19 века это произведение называли символом феминизма. Главная героиня Нора уходит от мужа, таким образом ломая все нормы и установки, которые существовали в обществе больше ста лет назад. Актриса Ольга Солоницкая, которая сыграет Нору на сцене театра имени Пушкина, рассказывает, этот образ очень глубокий, воспроизвести его идеально ей пока сложно, но проблемы этой семьи и её героини будут близки практически каждому зрителю. Ну, у меня на самом деле, как бы, сложности сейчас возникают больше с первым актом, где нужно играть лёгкую, весёлую девочку. Ну, это мне даётся, как бы, гораздо сложнее. То, что происходит во втором акте, мне очень понятно. То есть, ну, как бы, это те вещи, которые, как бы, с молоком матери впитанные. То есть, мне это очень нравится, очень близко, очень интересно. Ну, и вообще, в принципе, как бы, такие женщины мне близки и любопытны. То есть, сыграть, на самом деле, такую роль – это большая удача. А вот режиссёр постановки Ольга Турутя-Просолова подчёркивает, её кукольный дом – это эксперимент с классикой. В своей постановке она не хочет видеть несчастную всеми обиженную женщину. Цель режиссёра – показать проблему непонимания между мужем и женой с разных сторон. Наша нора, не варто її жаліти, як не варто жаліти себе. Тому що кожна людина відповідальна за свій вчинок сама. І весь простір, який ми будуємо навколо себе, ми будуємо самі. А не хтось за нас це робить. Це ілюзія, що ніби хтось винен в наших проблемах. Насправді, ми самі в цьому винні. І от на її прикладі дуже добре видно, як одна ніби брехня на благо родини перетворюється на катастрофу. Прем'єра драмы Генрика Іпсена в інтерпретации харьковчан состоїться уже 30-го іюня. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.